Да, есть. Вам военную тайну выдали какую-нибудь? В паник. Всем российским солдатам выдают военную тайну. То есть не о разглашении? Не, военную тайну. Вроде. Не, точно. Страшно. Даете согласие на запись и дальнейшую публикацию этого видео? Да. Представьтесь. Морозов Данил Николаевич, 13.02.2001 год. Звание? Матрос. Какие были ваши обязанности? Наши обязанности было удержать захваченные точки. То есть идет первый фронт, они захватывают какую-нибудь деревню, идут дальше, а мы эту деревню удержим. Когда вы в Украину попали? 24 мая. 24 мая. То есть вы уже прекрасно понимали, что тут происходит? Частично, да. И был уже шанс отказаться? Да, у нас есть шанс, когда пишешь рапорт об Абхазе, выполнение специальной военной операции, нас за это лишают всего того, что ты достиг за до этого времени. И там даже есть моменты, что могут посетить тюрьму, но я не ручаюсь за это говорить прям точно. Бывали случаи, которые солдаты отказывались? Да, конечно, бывали. Что с ними было? Я их больше не видел. Откуда вы? Я с Ленинградской области, город Кириш, под Питером находился. Культурный город. Да. Вроде люди там умные. То есть как вообще в том городе относились на войну? Я в это время уже не был в Питере, я был уже непосредственно в Севастополе, служил на корабле. Ваш корабль мог выпускать ракеты? Калибр. Мог. Мог. Вы лично видели, когда этот процесс происходил? Естественно, нет. Но как-то слышали, возможно, это все? Я бы не сказал. Мы охраняли остров Змеиный. Змеиный? Да. И когда туда прилетали ракеты, у нас есть штиль и калибр. И, по-моему, штиль, он против воздушных целей. То есть мы вещали остров от нападения ракет. Но, видимо, не получилось защитить. В тот момент получалось, но когда уже остров мы отдали, меня уже не было на корабле. Остров, как это? Вам произошел уже шаг доброй воли? Или все-таки пришлось отступить, потому что было больно? Не могу сказать точно. Как назывался корабль? Я служил на фрегат Адмирал Макаров. Когда уже был подправлен в пехоту, я служил на другом корабле. Он был не ходовой. Причина, по которой у него были сломаны двигателя. Этот корабль расформировали. И людей отправили в пехоту служить приказом. Расскажите про Змеиный. В каких вы именно стояли там? Как правильно были? Мы не стояли. Мы были в дрейфе. То есть мы вокруг острова ходили. Это в каких... Каком месяце было? Это был в февраль, апрель. Скажите, разговор вы слышали на начале войны украинского военного с российским, и он ему говорит, предлагают сдать оружие, сдаться? Нет, такой информации не доводилось. Переговоры вы не слышали, да? Нет, на корабле у нас нет такой света связи, чтобы следить за новостями конкретно. А сколько человек на корабле? Это большой корабль? Да, это большой корабль, сто шестьдесят, примерно людей у нас. Существует значение. Ну и вы охраняли остров, стреляли, да, или нет? Ну, в основном защищали именно вот территорию. То есть мы дальше острова заходили. Есть другие корабли. Как вы защищали? От нападнас идет боевая тревога. Грубо говоря, что на остров, допустим, литкомат ракеты. Мы его сбиваем. Да, у вас, ну, в оборот, например. У нас есть ракеты специальные, которые противовоздушные цели работают. А чего у вас расформировали на нерабочий корабль? Я сам писал рапорт, потому что после того, как мы участвовали в спасении бородейской ракетной крейсеры «Москва», когда она потонула, я писал отказ, что не собираю, не желаю больше выходить в море. И меня списывали на корабль, где, собственно, он не ходит в море. Москва потонул? Да. Почему? Ну, как... Не, ну, то есть, ваша пробородистская официальная версия, вы же понимаете, она мне интересна. То, что он вот рост покурил, мне там целая тысячетонная махина утонула, ну, это бред. Ну, информация в основном у нас, она не распространялась. Но, как говорили очевидцы, то, что был пожар и прилетел эти паракеты. Ну, вы подплывали к нему близко? Да, подплывали. Видели пробороны какие-то? Видели. А, ну, то есть, прилетели ракеты? Скорее всего, да. Ну, по факту, да. Не курение. Курение тоже вредит здоровью, но ракеты больше. Почему вы до сих пор не застали оттуда погибших, не знаете? Смогу предположить, что находится на достаточно небезопасной точке. То есть, скорее всего, если будут какие-нибудь мероприятия производить, есть вариант того, что могут постарать другие корабли. Вы когда подошли экипаж в будущем на карамоне? Да. Вы спасли его? Да. А сколько вы спасли экипажа? Примерно 400 человек. А сколько всего? 500. 100 погибло? Примерно, да. Ну, вы же знаете новости. Погибших нет, спасли всех. И вообще потернее. Знаете, сколько на сегодня уже погибших ваших солдат? В последний раз слышал информацию 40 тысяч человек. Так, ну, мы пробовали досмениться куда-нибудь, перебрали все варианты, ничего не получилось. Как вы попали в клен? Мы зашли в село Павловка и... Так какая область? Донецкую область. Зашли в лесополосу, которая находится перед деревней, и нас начал обстрел, миномет начали обстреливать. Получил ранение, ноги заспучили ранение. Получается, те, кто были на ногах, они убежали, а нас, остальные, их спасли в СССР. Спасли? Да, у меня порвался жгут, у нас такой розовый обычный, но он вырвется быстро. И там, когда увидели, что у меня ранняя рука, они дали свою аптечку, промедол, и... По сути, вот так вот все шло. То есть никто из ВСУ в плену не издевается? Нет. Предоставляет, наоборот, помощь? Да, да. Это был самый удивительный факт, потому что я думал, что она сразу на месте рохнет. Почему вы так думали? Потому что слышали много раз, что в плен русских не берут, а если берут, то начинают, ну, отрезать органы, отправлять фотографии или звонить родственникам, а за деньги возвращают. Это же вам стало плохо, да, когда мы показывали видео? Было противно. Противно? Этот, очередной раз убеждаюсь, что большинство людей потеряли, ну, смысл в чести, как бы, военного. То есть, когда вот мы с этот, попадали в перестрелку с ВСУшниками, у нас ни один, не, как сказать, не имел даже мысли о том, чтобы как-то издеваться и еще что-то делать. Нас по чести относились к тем военным, и к нам относились так же. То есть, когда мы попали в плен, нас поэтому и не начали, допустим, там сразу убивать, потому что понимали, что, ну, как бы, не все в состоянии, как бы, воевать. По вашему мнению, остров Змеиный вы от нацистов зачищали? Нет, по моему мнению, это стратегически важная точка, которую мы должны были, скорее всего, удерживать. Если это стратегически важная точка, почему Россия в шаге доброй воли отступила с острова Змеиный? Потому что очень много людей там погибло. Я думаю, что туда отправляют людей, на сам остров приходят обстрелы, люди там умирают и привозят туда новую партию. Спустя, допустим, 5-6 раз они все-таки думали, что там нет смысла держать живую силу. В день Пасхи вы там были, на острове Змеиный? Еще раз. В день Пасхи вы там были? Нет, мы не выгружаемся на острова или еще куда-либо. Мы чисто на корабле и ходим. Но с вашего корабля выпускаются ракеты? Когда проходит обстрел, то да. Только обстрел? Да. А в Украине вы не выпускали ракеты? Для этого есть другие корабли. Ваш только для ПВО работы? Потому что у нас он не столь маневренный, как маленький корабль. Вы сказали, что после того, как вы видели Москву, написали рапор и заявление, чтобы вас перевели с флором. Да. На корабль, который не ходовой. Это так можно делать? Да. При желании ты можешь даже написать рапор, чтобы отправиться в пехоту. У нас, когда мы были уже на корабле, когда пришел приказ на расформирование, нам дали два варианта. Либо возвращаешься обратно на фрегаты и продолжаешь дарить в море, либо уходишь в пехоту. Так как на корабле уже служить не имел никакого желания, я написал рапорт по собственному желанию о переводе на пехоту. А почему вы захотели завязать с москвой? Потому что там служить достаточно тяжко, по крайней мере того, что ты не знаешь, что происходит в мире. Абсолютно ничего. То есть, сколько эта война будет длиться. И очень много моментов, которые рассказывают по телевизору, были в сомнении. То есть, много кто с корабля ушел. Многие даже шли, чтобы конкретно узнать правду, что происходит. Вот. И как бы у меня тоже было желание узнать, что вообще находится в пехоте. Вообще, как в пехоте вообще служить. А почему у вас забрали связь, чтобы вы ничего не видели? Связь? Ну, вы говорите, чтобы некоторые уходили, чтобы узнать, что там происходит вообще? Да, ну потому что по телевизору показывают одно, а по факту... А вы видите телевизор? У нас есть телевизор. Но там показывают исключительно новости, которые есть по России. То есть, РСИ-24. Ну так вот... Вам же 21. Да. Мы оба знаем, что такое телеграм. Да. Не знаю, там, инстаграм. Запрещены иметь мультимедийные устройства в войске. Вот почему это так? С какой целью? Для того, чтобы, скорее всего, не давать какую-то информацию. Просто есть же даже тикток войска Кадырова, которые снимают, как они там со стенами перестреливаются. И вроде бы и доступ к телефонам есть, и все остальное. А вот военные, которые на острове Змеиный, то есть, которые через минуту могут спокойно погибнуть, у них доступа к интернету, ко всему и все остальному нету. Да. Сегодня мы вам показали видео. Как вы думаете, что нужно сделать с этим военным, который издевался над Машей? Я... Ну, в мое личное мнение, я бы посадил его пожизненно за такое... Станет от сюда такое действие. Убивать или пытать, показывать себя с такой точки зрения, что мы, типа, будем делать то же, как и другие, я бы не стал. Вот этого мы никак бы не отличались от того, что они сделали. То есть, мы, по сути, такие же были бы. Вы и есть такие же. Ну, опять же... Вы фашист? Ну, я лично, как бы, не видел много... Если бы вы сложили оружие, то, возможно, я бы сейчас не использовал этот первый. Чем, назовите мне три отличия, чем вы отличаетесь от гитлеровской армии? Сороковая армия. Три отличия. Если брать полностью? Да. Ну, сходство перечислять мы можем... Это понятно. До вечера. Я особо не знаю даже. Я говорю, вы фашист, а вы мне нет. В пять утра вы напали? Да, подожди. Три отличия. Почему вы фашист? Ваша армия не фашист. Мы берем общий план или лично меня? Вы для меня такой же солдат. Как и все. Если бы вам угрожала жизнь, вы бы без зазеления совести просто бы убивали наших солдат. Давайте назовите своими югами. Да. Мы военные. Ну, поэтому вы фашист. Поэтому вас, как одного лично человека, я не рассматриваю. Вы знаете, в чем отличие между нашими солдатами и вашими солдатами? Ваши солдаты защищают Родину. А, мы на нее напали. Поэтому я прошу, скажите, три отличия, чтобы я извинился и сказал вам. Нет, я тогда не могу ничего сказать. Просто есть те люди, которые не совершали этих злодеяний. Просто в армию попадают не всегда люди с нормальной психикой. Смотрите, вы только что сказали, что вы солдат, и если бы нужно было, вы бы убивали. Ну, в плане защиты, когда нападают, я бы убивал. Вам приказы дали в бой, вы побежали, наш солдат бежит, вы его убили. Да, убили. Мы в этом не сомневались. Ну, да. А наш солдат заслужил, чтобы его убивали? Я думаю... Он родился солдатом, или это был мобилизованный человек, который защищает свою семью? Ну, у нас у военных ведь такая ситуация, что мы... Наша работа это убивать людей. Вы рабы. Наша работа. Вы рабы старого идиота, который сидит в бункере. Есть понятие преступный приказ? Да, есть. У нас у гражданских убивать преступный приказ. Убивать военных, когда вы нападаете. Вы зашли на территорию другого независимого государства. Это уже есть преступный приказ. Вы должны это понять. Что вы делали? Что вы у нас делали на территории? Вы нашим пограничникам паспорт показывали? Вам отвечать поставили? Нет. Учитывая тот факт, что говорили, что ЛНР и ДЛНР, типа, они уже как отдельное... То есть Россия признала, что они как отдельное... Как это сказать? Отдельное государство. Отдельное государство. Поэтому я считаю, что мы находимся на территории не Украины. Смотрите, обмены срываются. Да. Что здесь написано? Витаю. Да, это поздравляю. У нас есть подготовленный пакет документов. Вы можете прямо сейчас покинуть это заведение и поехать там на линии соприкосновения, либо на поезде куда-то. Это целые документы, согласованно с нашим министерством юстиции, со всеми вами. Вы получите деньги. Вас переведенут в вашу форму освободителей. Вывезут в любое место, где вы скажете, в город. Там не будет полиции, там не будет военных. И вы пойдете, там, все четыре стороны. Я бы отказался от этого. Почему? Аргументинная причина в том, что многие гражданские люди, у них есть военные семьи. То есть, как бы, сын воюет, или там, отец, муж, неважно. Каждый человек испытывает ненависть, по сути, к своему врагу. Поэтому, я думаю, я даже не дойду до границы. Вы же освободители. Освободители. Так они говорили, да. Вы вроде эрудированный человек. С вами общаешься? Ну, понимаю, что, в принципе, понимание есть. Вот как можно было уже после трех месяцев спец войны все равно вернуться в Украину, там, воевать в Украине. Почему не сдать оружие? Почему как-то родители знают, что вы в плену? Я думаю, наверное... Вы с ними не общались? Я просто с родителями не общаюсь. Но, я думаю, девушка сделала все возможно, чтобы сообщить об этом. Потому что я пьянул. А, и не появилось желание позвонить родителям? Я даже, наверное, не знаю их. Ну, это своя история, как бы, личная. Ну, как-то все равно, что парень молодой. То есть, можно, еще не заражен пропагандой такой. Соловьева, Скобеевой. Да. Можно же сопоставить факты? Или важнее заработать деньги и шансом умереть? О, не, я даже не уверен, что нам даже платят. Я еще ни разу не видел даже, что кому-то даже заплатили за это. Но вы из Ленинградской области, вам заплатят 100%. Я не уверен даже в этом. Мы сюда шли, опять же, не за деньгами. Нам деньги и на флоте. А зачем вы сюда шли? Освобождать людей? Я шел туда сюда за идею. За какую идею? То, что мы пришли именно вот освобождать ЛНР до ЛНР. А вы были в Змеином? Причем здесь вообще ЛНР до ЛНР? Были в Змеином. Ну, по сути, получается, как нам говорили, что Украина протесняет ЛНР до ЛНР. Как протесняет? Якобы русскоязычное население? Скорее всего, да. Я сам с Кривого Рока. Там до 2022 года, до вашего вторжения, люди все разговаривали на русском языке. Потому что, ну, как-то так современно еще в советской власти произошло это все. Я учился сам в русской школе. Никто меня за всю жизнь не ущемлял. Я не сомневаюсь. Ну, а как тогда вы могли подумать о том, что если ущемляют, значит, нужно идти и воевать? Опять же, идет пропаганда. Нам просто показывали, как на ваших площадях выходили дети с немецкими флагами, как наши русские солдаты находили в заброшенных деревнях. Вы знаете, что такое русский марш? Так, я сомневаюсь, что смогу сейчас правильно ответить. А какое вам дело до того, что происходит у нас? Мне лично, опять же... Мне, нет, вы же ссылаетесь на пропаганду. Да. Вы умный человек. Я, да, умный человек. А вы можете ответить на базовый вопрос? Да. Какое дело мне нахрен, что там происходит у украинцев с маршами, с нацистами, бандеровцами, кем угодно? Я военный. И я обязан выполнять приказы, которые поставили. Потому что перед нами классический упор от военных, который знал, что он идет на войну, под аурой «я иду защищать русский мир», «я военный» мне отдали приказ. Мы вам показывали второе видео. Как вы думаете, украинские военные могли сами стрельнуть по своим? Нет, совершенно так не думаю. Почему вы так думаете? Потому что если бы они хотели конкретно нанести удар по своим, я не думаю, что они бы стали как-то... Они бы и задели бы и работников этого собственного лагеря. Не может быть такого, что пострадали только военнопленные. Значит, когда нанесился либо взрыв, либо атака, значит, все покинули это здание. Разумеется, возможный мотив нанесения удара нашими военнопленными у наших же пленных. Вот просто пальцами губить. Зачем нам это надо? Я не могу пока, я не могу сказать, наверное, этот вопрос. Ну, вот вопрос же по сути несложный. Вопрос несложный, просто... Какой мотив для того, чтобы совершить такое действие? Нужно учитывать политическое сейчас, как бы, вот, обстановку, в котором находится. У вас война находится. Зачем нам убивать своих солдат, которых мы, в глазу, забрали? Поменять на вас? Зачем нам убиваться? У нас есть такой, как бы, знакомый, как бы, термин. То, что... Могли либо координаты неправильно дать, либо... Не знаю, может быть, там находилась какая-нибудь наша техника. Опять же, тоже это могло быть. Это колония, это ладь. Промзону их завезли заранее. Не, я понимаю, просто прочешу варианты, какие могли бы быть. То, что там, возможно, вдруг стояла бы наша техника. В одном из телеграм-каналов российских уже 6 июня писалось о том, что, якобы, Запад произведет удар по Еленовке. То есть, народ уже готовили к этому. И на удивление, опять же, ни один сотрудник в сезоне пострадал. Давайте попробуем посмотреть с другой стороны. А зачем подобный удар делать в вашей доблестной армии по нашим пленам? Чтобы сорвать, определенно. Для чего? Скорее всего, что-то уже пошло у них не так. Как бы... Блин, я даже не могу предположить. Что-то было, скорее всего, пошло не так во время сбора военнопленных. Есть вероятность того, что, может, кто-то из них пострадал. И чтобы это скрыть, документы уже подготовлены к обмену. Вы знаете, какие там должны быть люди, и они знают. Чтобы не просечь момент того, что они пострадали во время плена, их только таким способом додумались отогнать назад. Но это единственная здравая мысль и мотив, который приходит всему цивилизованному миру. Потому что было много этих наших плен в плену. Мы их запросили, а их нам выдать не могут. Соответственно, что надо сделать? Надо сделать какой-нибудь... Прокомментируйте. Надо сделать... Какой-нибудь... Теракт. Теракт, да. Казнь. Да, прокомментируйте действия машины. Вы же такой весь доблестный исполнитель приказа. Освободитель. Я сказал бы, что в честь войны... В честь русского солдата она уже была полностью опущена. Поэтому я уже не могу называть себя русским, типа военным. Потому что мое личное отношение к всему, то, что происходит, это полный абсурд. Зачем убивать военнопленных? Просто военнопленных, когда знают о том, что находятся русские военнопленные там. Русские тоже могут так же сделать. Ну, просто, естественно, логически подумать. Зачем тогда делать обмены, если вы уберёшься? Мы убиваем на этот... Украинских военнопленных. Зачем обмен? Смысл его? Если их там пытают, убивают. Почему они просто не прекратят обмен? Потому что это полный адейский сад. Если они уже взяли военнопленных, то пусть они, ну, как бы и грызнут, и в целости сохранятся, которые они уже попали именно в плен. Я не понимаю от этого их логики. Мы здесь для того, чтобы показать обмен, показать, в каком состоянии мы отдаём вас, и в каком состоянии забираем наших. Вы живой, здоровый, нам оказали медицинскую помощь. Да. Вас кормят. Да. Наши всё очень плохо. Ну, опять же, я этого... Вы увидите. Вы увидите. Вы будете идти, навстречу будут идти наши. А ещё был обмен 140 человек. 144. 144. Мы отдали живых, здоровых. Только несколько там было на костылях, там вот этих всяких. А нам отдали ампутантов, инвалидов, тяжелораненых. По конвенции эта категория людей должна передаваться без учёта звания, должности и т.д. и т.п. Вы изверги, вы придумали обмен телами. Вы не забирали тела своих. Я даже слышал, да. Мы сняли рефрижераторы, которые я лично снимал, рефрижераторы, и после этого ваш омбудсмен запросил шесть трупов. У меня есть этот запрос. Русский солдат. Ну обмен трупами, это тоже важная ситуация, людей же надо похоронить. Трупы должны передаваться. Нет, понятно. А если же они все передадутся, начнутся люди что-то будут видеть много потерь, а потерь же нет. В пропаганде. Потерь нет, да. Я не понимаю смысл этой войны. Если наша задача была защитить ДНР и ЛНР, то я думаю, они в принципе уже достаточно защищены. Если они идут захватить, то почему об этом не знают другие. Да, ЛНР и ДНР это террористическое сейчас государство, которое там признало кто? Сирия? Сирия, Россия. Россия, всё? По-моему, не Китай, а Азия, по-моему. Но это я не видел уже в новости давно. Китай к вам нейтрально относится? Ой, ну да. Это террористическая организация. Кого там нужно освобождать, так это, ну точно... Ну просто, да непонятен смысл войны, зачем вы начинаете? Потому что Карлику захотелось на конце жизни немножко повеселиться. Деноцификация. Пойти типа в историю? Нет. Деноцификация. Расскажите, что значит этот текст. Ой, я не могу знать. А, давайте подумаем. Демилитаризация, это понятно. Как вам демилитаризация? Нет, тоже не... У нас оружие больше, чем до времени. Давайте подумаем над темным демилитаризацией. Уничтожение народа, наверное, нет? Нет, уничтожение нацистов. Да, я не могу знать. Мне они приходят идти... Нацистов вы здесь видели? О, нет, нацистов я не видел. И у гражданских мы тоже спрашивали на этот отчет, когда были в селе. Они тоже говорили, что ни разу не было. Есть в СОУшнике, да. Но в этот... Нацистов никто не видел. 4 ноября у вас в Москве, в разных городах, происходит русский марш. Где люди выходят с нацистской символикой, дают послание от сердца к солнцу. Где на фашистской форме даже, буква ВО такая, как у вас на танках вырисовывается. Ну, я не видел ни разу такого. Ну, я просто не смотрел даже достаточно в это время телевизор. Это есть в Ютубе. Это есть, просто это так же максимально скрывать. Просто к чему веду? Прежде чем кого-то учить жизнь, вы для начала у себя разберитесь, что у вас не так. Ну, это должно быть само собой. Просто еще один предлог, что если бы не мы напали, вы бы напали на нас. На страну, которая вторая армия в мире, у которой есть ядерное оружие. Сравнить даже географический размер Украины, Россия. Ну, мы не тот народ, который бы нападал. Нам это 300 лет не надо. Это, разумеется, понятно. И Донбасс 8 лет украинцы не бомбили. Просто бы, если бы вот эта информация, которая сейчас находится здесь, в Украине, она бы хоть каким-то раком, ну, образом попала бы в Россию. О том, что здесь действительно происходит. Большинство бы больше не пошло бы. Люди не верят. Им пытаешься доказать там. Некоторые, понятно, прозревают. А некоторые под этим постом, где мы показывали вам видео, пишут, так и надо там со свиньями поступать, все дела. Ну, как так вообще? Как можно одобрить смерть человека? Я тоже не знаю об этом. Вы принесете с домой, что вы будете делать? Я задавался много раз этим вопросом. Я даже спрашиваю иногда у военных, которые находятся здесь, типа, а что теперь делать? Ну, вот, получается, опять же, что-то изменить в пользу того, чтобы, допустим, война закончилась. То есть, мы не в состоянии, ну, даже если нас соберется, там, тысяча, две, три, нас либо погасят, как этот, ну, пропагандисты сами-то. То есть, мы никак не сможем остановить эту войну. И осознавание того, что здесь дальше-то будет все происходить, я не знаю, что буду делать. У вас здесь изменилось отношения в отношениях? Кошера армии. После того, как я... Да, абсолютно. Какой вывод такой стал? Я считал то, что, ну, русские военные, это, соответственно, как бы, русские военные, есть такое понятие, ребенка не обидит. То есть, мы... У нас есть задача, допустим, уничтожить других военных. Мы уничтожаем военных, военные уничтожают нас. Но после того, как было много видео о том, как воруют, мародерят, насилуют детей, убивают просто так мирных жителей, это уже не русский солдат. Это уже конкретно нарушение психики, когда тебе дают оружие, и ты чувствуешь себя, типа, богом, что ты можешь делать все, что угодно, безнаказанно. Нас предупреждали об этом, когда мы заходили в Украину, что все то, что мы будем делать, это потом фэйсбэшинг будет нами, ну, как бы, мы будем, типа, за это наказаны, если будем мародерить или еще что-нибудь. А так? Самое главное, что информация достается о том, кто что совершал. Как? ГУР, ну, то есть, разведка Украины, доставит информацию и знает, кто совершал преступление, там, в Буче, в Мариуполе. А в техническом плане? В плане тех... Вернемся к армиям. В техническом плане 2-я армия. До и после. Так как я не служил в пехоте, у меня мало знаний по пехоте, я по кораблям знаю, но корабли у нас мощные. То есть, флота, как я понимаю, в Украине нет. Да, как Москва почему-то шли, поэтому пошла на дно. Вот, как... Когда я попал в пехоту, так как у меня там мало знаний, я не могу сказать, какое там было нормальное вооружение, нормальное вооружение. А в пехоте какие у вас задания были? Опять же, мы продвигались в село, то есть, идет впереди, допустим, какая-нибудь рота, она захватывает село и продвигается дальше, в другой точке. Наша сдача, так как у нас была рота сформирована из связистов, моряков, то есть, ну, не пехотинцев, то есть, как бы им оружие, по сути, там, процентов 90, первый раз, ну, как держали. Нас заставляли просто сидеть в этих деревнях захваченных и просто обронять ее. Не убивайте гражданских, не маратюрить, просто сидеть в этой точке. Но впереди идущую колонию, ее, этот, убили, разнесли. И... Это где вы были? Это мы были уже в селе Андреевка. Донецкой области. Да, и несмотря на то, что у нас люди не были подготовлены к боевой стычке, нас отправили в село Павловка, где мы потеряли, ну, почти всех. Вы выжили, да? Ну, я выжил. Сколько человек перебил? На момент, когда я попал в плен, ну, примерно человек 17. А за что? За что они погибли? Хороший вопрос. Я не знаю. Мы стараемся. Я не знаю. Сиди сейчас там мамочка, жена какая-то. Который, да, плакивает сына, который пошел. Который 8 тысяч километров летел в Украину, защищать русский язык, на котором мы не разговариваем. Какой-то буря. В Харьковской области. Как мама объясняет себе, за что она раскила его? Хорошем прощении. Да, давайте вы подоградите. Ну, здесь даже не, даже как защита Родины тоже как-то не, не прино, как невозможно так выразить. Слава Богу, что вы это говорите и понимаете, потому что никакой нахрен Родины у вас в Харьковской области нет. Я просто не понимаю смысла этой войны. Потому что, если бы были какие-то поставленные задачи, зачем тогда было заходить в Киев? Обо мне говорили задачи? Нам говорили именно конкретно наши задачи, а с самого России, зачем мы начали войну? Для чего? Какая цель? Если захватить ЛНР, ну, освободить ЛНР до ЛНР, зачем мы заходили в Киев? Зачем мы обстреливали Киев? Зачем на Одессу нападали? А вы видели хотя бы, что с Мариуполем случилось? Мне избушники показали, что произошло с города. Попробуйте все-таки ответить на вопрос, что буряк, который на русском еле разговаривает, ловил в Киевской области. А его там убили. И сидит сейчас с жена, с тремя детьми. И думает. Что она думает? Она, скорее всего, убеждена в правоте. Ну, естественно, она обозлена, расстроена. Она, скорее всего, поддерживает дальнейшую ситуацию с Украиной, чтобы там дальше шла война, чтобы там дальше всех убивали, потому что она потеряла там сына. Плюс, если пропагандируют все с телевизора, то она будет убеждена в том, что это не мы виноваты, это все Украина. И так будет нарастать недовольство. Я думаю, что правильно. Вы понимаете, зачем мы это делаем? Зачем вы защищаетесь? Нет. Зачем мы защищаемся? Зачем мы, журналисты, берем интервью у вас? Зачем мы, журналисты, берем интервью у нас, чтобы люди могли хоть чуточку понимать, что здесь происходит, чтобы они имели представление о том, чтобы хотя бы подумать, что все не так, как ласково говорят по телевизору, что здесь не идет уничтожение фашистов. Здесь идет конкретная война с Украиной, которая нам ничего не сделала. И то, что здесь гинут люди не потому, что они защищают родину от Украины, а потому, что они пришли сюда и погибли за это. Вы можете передать что-нибудь своим друзьям? Назовите там пяток фамилии, имен. Кстати, если вы знаете фамилии тех, кто погиб, будет хорошо, если вы их назовете, потому что до сих пор их, скорее всего, считают живыми, мамочки вам бесконечно пишут. Если вы знаете фамилию, имя, отчество, то перечислите. Я поясни немножко такую ситуацию. Когда мы зашли в Украину, у нас строго-настрого запрещено говорить имя, фамилия, откуда-то и что-то. У нас есть позывные. Мы разговариваем только по вызывным. То есть те люди, которые погибли, которых я знаю, я знаю их только позывные. А какой у вас позывной был? Женец. Как? Женец. Женец. Сколько вы нажмили? Жнец это тот, кто вы? Меня прозвали Жнецом из-за того, что командир говорил, что с пулемета ты косишь траву. Ну, когда находишься, допустим, в лежащем положении, чтобы куда-то попасть, должен скосить траву. Ну, и я носил пульмё с Ириной на плече, потому что он был достаточно большой и неудобный. И меня прозвали Жнецом из-за этого. Перечислите позывные тех, кто погиб, кто вы точно знаете. Потому что я думаю, что родители знают, потому что вы хвастаетесь. Погиб молодой парень, он подписал контракт на три месяца, у него поза мной Рэй. Погиб добрый, у него жена и двое детей. Погиб апач, у него жена, по-моему. Сейчас я просто давно его вспоминал. Погиб золотой, но ему 50 с чем-то лет. Он через пару, там, по-моему, через два года должен был уже как быть пенсионером. Погиб стрелок, но он тоже молодой парень, ему 21 год, так же, как и мне. Он был, ну, он, получается, был срочником. И он подписался в срочке контракт на три месяца. Погиб танкист, позвонил, не был танкист. Ну, там, в основном, это также молодые были. Танкисты, зебра, акула, бутер. Да, по-моему, это все, которые со мной были. А как вы можете объяснить, зачем вам запретили общаться по-нормальному, по именам? Я в такой вопрос в тот момент не задавался, ибо у нас даже не было никаких разговоров или тем о том, что русские могут попасть в плен. То есть, нам говорили, лучше, типа, сразу себя грамотом взрывать. Я, скорее всего, чтобы мы не выдавали точную информацию о командировке или с кем мы служим. Я буду вам очень признательным, если вы обратитесь, там, по именам, по фамилиям, по своим друзьям. И пожелайте нам что-нибудь. Стоит сюда идти или не стоит? Возможно, ваше обращение спасет их жизнь, потому что мы здесь, как видите, негостеприимны тем, кто приходит к нам за вну. У меня есть два товарища, Алексей Королев и Рома Шкляев. У них сейчас закончились контракты. Они, скорее всего, в курсе, что я в плену. Я бы им и их друзьям не советовал наступать сюда снова, потому что, если вы смогли уйти отсюда по окончанию контракта, то я находился здесь до самого конца и знаю о том, что здесь находится, ну, что здесь происходит. Здесь не идет война против фашистов. Вы так же, как и я, вы не видели их. Поэтому сообщите там нашим, которые находятся на кораблях и в пехоте, что пусть они пишут отказ, пусть они лишаются ветеранок, но сюда они не заходят. Это ни к чему хорошему не приведет. Здесь не так хорошо, как рассказывают. Мы добровольно с вами общаемся? Да. Вас как-то принуждали? Нет. Когда вы вернетесь и вас попросят записать видео, где скажут, скажи, что тебя заставили дать им интервью и все, что ты наговорил, ты им наговорил под принуждением. Если у меня будет полноправный отказ от комментариев, от репортеров, я не буду записывать ни видео, ни... Если нас все-таки будут заставлять, то я... Как? А почему мы же могли так же и вас заставить? Почему вы согласились просто так с нами? Я просто не... У меня нет информации, как там, что там происходит, как там нас встречают. Но я буду отказываться от любого репортажа, потому что нет смысла что-либо говорить. А здесь вы для чего отдали согласие? Здесь я дал согласие, потому что вы отсюда можете показать, и это могут увидеть. В России это будет все блокироваться. Сколько человек сегодня отказалось с нами общаться? Почти все. Ну, все. Ну, 18 у вас было, а 17? Да. Отказалось, получается, 17 человек отказалось, и один сопоцелился. То есть, это я говорю про то, что у нас нету принуждений, и никто никого не заставляет. Кто хочет, тот общается. Кто не хочет, не общается. Напоследок, близ вопрос хочется. Когда началась Вторая мировая война? В 1940-м году. В 1939-м? Нет. А что в 1939-м было? Хороший вопрос. Я в этой области не особо, если на мали. Сих, правда, я не знаю. Советская армия вместе с нацистами вторглись в Польшу. Вот. Получается так. А как звали отца Владимира Владимировича Путина? Хо, я не знаю. Вот, а жар до слова. Подумайте, подождите. Еще раз задание вопросу. Дальше. Как звали отца Александра Сергеевича Пушкина? Хо, тоже не знаю. Подумай. Не, я в плане того, что типа я не... Он говорит фамилию, имя, отчество. и спрашивают как звали отца? Александра Сергеевича Пушкина. Как Пушкина Александра отца звали? Александр Сергеевич Сергеевич Сергей. Это вы спрашиваете для того чтобы показать что мы не образованные военные? Мы хотим просто показать о том что вы пришли сюда показывать русский мир а нас освобождать для чего-то учить нас как нам жить нужно но кто нас этому пришел и какие люди пришли нас сюда освобождать и делать мы до сих пор не понимаем это нужно спрашивать постарше людей потому что нас до сих пор как совковая власть и больше стариков мнение на эту тему молодые в основном вопросы дойдут по глупым причинам по каким ну опять же есть допустим я знаю людей которые хотели откосить от срочки есть военные которые были обмануты у меня были пару знакомых чувакашников мы с ними сидели в другом месте они их отправляли для того чтобы защищать нефтевые вышки но и вручили автоматы и они пошли воевают а вы по образованию кто я не закончил образование я пошел на срочку то есть я учился на слесаря автомеханика и не закончил образование пошел на срочку но у вас же были какие-то там варианты пойти не на срочку а работать почему именно необходимо для того чтобы поступить на нормальную работу а устроиться нужно либо военный билет о том что ты прослужил срочную службу либо призывной лист о том то что военную когда в силу действия ступила это так и было или это момент спецоперации то мне это кому было так и было то есть ты обязан служить срочку если ты никак не травмирован но вы же еще образование не закончили да но я уже его не законно у нас в украине как ты учишься то есть украине да я слышал то что чтобы поступить в армию нужно иметь нормальное образование достаточно девять классов лет начального 9 классов чтобы достичь хотя бы не на старшины дальше там уже прапорщики это уже нужно средне специальное образование и выше нормально ли что может ли один человек руководить страной больше 20 лет я с политикой не так близко знаком как бы я не особо и интересовался но мне кажется таки должен есть какой-то определенный срок чтобы менялась власть но опять же есть такие моменты что нет сейчас скорее всего людей которые могли бы нормально руководить страной из-за того что долго не менялась политика если допустим путина прижать момент то что покинет свой пост неизвестно кто-то придет и что будет он делать может а возможно такой штамма двойник вообще есть это как бы это все факты которые даже не доказано может быть такая версия может быть все что угодно уж сами понимаете конечно так ну не знаю можете отвечать на этот вопрос не можете уважать или вы путина после всего того что он совершил сторону российской армии сторону украинцев какие преступления он совершил хороший вопрос в курсе ли был он об этом со мной я больше я бы сказал что я его не уважаю за тот факт что когда он пригрозил ядерным оружием если это правда даже правда что он пригрозил ядерным оружием но я вам больше скажу даже финляндия со швецией вступили в нато одной из причин нападения на украину это то что якобы нато хотят расширить свои базы у нас но как он сказал вот это было недавно можно месяц-два ну хотят они там расширять свои надо базой вообще финальдишности пожалуйста мышь мышь не против просто если он действительно угрожал ядерным оружием то это там уже было столько абсурдов чему только не угрожал что было было такое ходила по телеграмму но все в этом и хватит удачи Продолжение следует...